Продолжаем выпуск. Теперь семьячане смогут пройти обучение цифровым навыкам прямо в центрах обслуживания населения. Новый центр электронных услуг начал свою работу совсем недавно, но желающих самостоятельно пользоваться всеми государственными услугами уже немало. Для удобства граждан расширился и сектор самообслуживания. Подробности у наших корреспондентов. Новый центр электронных услуг стал очередным цифровым цоном по республике. Аналогичные цоны ранее были открыты во всех областных центрах. Теперь пройти углубленное обучение цифровым навыкам и пользованию порталом электронного правительства egov.kz смогут и жители семьи. По результатам пройденных курсов им будут выданы подтверждающие сертификаты. При помощи смс-запросов они могут получать на портале электронного правительства госуслуги. Можно записать им электронную цифровую подпись, принесут удостоверение с собой, флешку, USB-флешку. Им закачаем электронную цифровую подпись, можем обучить здесь пользоваться порталом электронного правительства. Все это делается для того, чтобы граждане получали, облегчить им, не приходили в ЦОН, получали услуги самостоятельно. Чтобы получить услуги через сотовый телефон, необходимо установить мессенджер Telegram. Его можно скачать в App Store или Play Market. Далее в сроке поиска необходимо найти egov.kz.bots. Нажав на команду Start, ожидайте смс-сообщения. Запросите услугу с помощью указанных кнопок команд. Готовность запроса вы сможете скачать на телефон или отправить на нужную электронную почту. Для тех, кто все же предпочитает получить услугу в Центре обслуживания населения, расширился сектор самообслуживания. В секторе самообслуживания раньше работало только 8 компьютеров. Теперь же здесь установили еще 10. Это помогает разгрузить очередь. Теперь же каждый может подойти и спокойно выбрать нужную себе справочку. Приятные изменения и нововведения отмечают и сами услугополучатели. Сравнивая работу ЦОНа сейчас и 10 лет назад, они рассказывают о положительных сторонах госуслуг в целом. Такие новшества внедряются часто. Это горожане, жители это видят. Многие активно пользуются. Сейчас, как раньше, мы не сидим в больших очередях. Вся работа поставлена на нужный лад. Все дисциплинировано. Стоит отметить, в Восточном Казахстане наблюдается снижение количества обращений в ЦОН. Причиной тому послужило то, что граждане получают услуги самостоятельно. К примеру, с начала года в секторах самообслуживания восточно-казахстанцы получили более 900 тысяч услуг. А это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бахатгуль Казец, Ернур Калялов, Телеканал Семей.